Всем привет! Сейчас расскажу вам одну такую штуку, как мы с мамой книги читаем. Дело в том, что однажды я психанула. Дело в том, что я скидываю маме на электронную книжку книги, прошу прощения за тавтологию, и достаточно трудно найти что-то, что она не читала, и при этом, чтобы ей это понравилось, потому что у нас огромная просто домашняя библиотека, и плюс еще ее мама обчитала просто все обычные библиотеки в городе, и она уже в них несколько лет как не ходит, потому что она просто бестолковая. Да, и я один раз психанула, и на торрентах нашла, стала искать собрание книг и наткнулась на 100 лучших книг по мнению BBC, по-моему, так называется. Правда, когда я стала знакомиться с этими книгами сама, то, конечно, я себя тоже скинула, и просто когда я читала некоторые книги, я вопила что-то вроде «Би-би-си, за что?» Вот. И вот эта книга, которую я сегодня расскажу, я просто вот по очереди начала все читать, что у меня там есть. Смотрю «Крестный отец». Я очень наслышана в фильме, я даже не знала, что это экранизация, собственно. Я это всю жизнь думала, что это независимое кино. И я уйму раз видела отсылки к этому фильму в каких-то сериалах, в других фильмах. Миллионы раз я просто видела отрывок, преимущественно вот когда-то он Королеоне гладит кошку, которая сидит у него на коленях, так, с таким вот движением. Не знаю, как его описать. Это движение, но и неописуемо. И, конечно, я очень сильно удивилась, что есть такая книга в данной подборке. И из любопытства начала ее читать. Я вообще не ждала многого от этой книги. Я вообще думала, что мне не понравится, и я, толком не начав, забью на это дело, и вообще не стану читать. Нифига подобного! Как я начала читать, как я в нее вцепилась. Это вот... И давно не получала такое удовольствие от книги, когда прям вот садишься, и вот тебе надо делать какие-то дела, какие-то базовые потребности удовлетворять, поистине, не знаю, умыться, пойти. Хотелось просто на все забить, махнуть рукой, просто читать, 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 пока не зачитаю. Это было волшебное время. Эти два дня или три, сколько у меня там ушло на нее. И вот, казалось бы, боевик... Ну не то, чтобы боевик там, он... Там нет вот этого экшена, в той степени, в которой... К уровню которого мы привыкли видеть там, в боевиках, в фильмах. Нет, тут все как-то более философско. Ну, вообще, мне казалось, что такие жанры, они мне... Представители такого жанра мне нравятся редко. Вот это тот самый случай, когда я была в восторге. Я не буду говорить о сюжете. Все, по-моему, знают, что... Это об итальянской мафии, которая заправляла на территории США. Но при этом, когда читаешь, то не видишь той агрессии и того зла, которого... Ну, которое обычно ожидается от мафии. Вот, кстати, а вы знали, что книга написана не исключительно на фантазии автора. У семьи есть прототип. Вот сейчас я знаменитый кассов рост по разношениям. Была такая семья Бонанна. И вот она является прототипом Корлеони. В общем, я осталась в восторге и рекомендую вам также знакомиться с этой книгой, если по какой-то вселенской ошибке этого еще не произошло. Всем пока!